Присаживайтесь. Скажи, воля Божья, успех, воля Божья, здоровье, воля Божья, быть головою, а не хвостом, воля Божья, исполнить Его волю. Аминь. Аллелуйя. Аллелуйя. Повторяю, когда Бог творил человека, Он не творил его для болезни, Он не творил его для нищеты, Он не творил его для рабства. В Едемском саду не было больницы, потому что никто не болел. В Едемском саду не было кладбище, потому что никто не умирал. В Едемском саду не было полиции, потому что никто не грешил. Едемский сад, это была модель человеческого существования на земле. И когда Господь дал человеку эту заповедь, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте и обладайте землей. Это была просто заповедь, которую можно выразить в трех словах. Границы Едемского сада вы должны раздвинуть до краев земли. Аминь. Итак, тема проповеди. Познание Его владычества. Смысл нашей веры Познать Его владычество В моей судьбе Бог, которому я служу. Если Он неизвестный Бог Моя судьба неизвестна Если Он великий Бог У меня судьба будет великой Если Он успешный Побеждающий Бог Тогда у меня будет победающая и успешная судьба Канцэ-канцов Бегу-бегас Давайте освободимся от паразитизма Нам так часто Кажется Легас Что если бы кто-то Нам помог Можешь решить проблему От этого наша вера бы выросла Господь дает персональный опыт Каждому из нас Господь хочет дать персональный опыт Кузнание Его величия Запомните и запишите Персональный опыт Познание Его владычества Это основа моей веры Познание Его владычества Как Он Приходит в мою жизнь Как Его рука Берет мою руку Как мой Бог Разбирается с моими врагами Как мой Бог Сверхъестественно вторгается в мою жизнь Вот от этого будет зависеть Вся моя судьба Я могу читать книги Вот там было то Может быть я слышу Что-то свидетельство И у Него было что-то Поверьте Бог не лицеприятие И те чудеса Которые были в жизни Этого человека Они могут прийти и в твою жизнь Аминь Итак, персональный опыт Познание Его величия Это есть не что-то иное Как основа моей веры Мой Бог Моя вера Какой Бог Такая вера Какая вера Такая судьба Все, очень просто Статус Определяет отношения Отношения Рождает судьбу Какой Бог Такая вера Какая вера Такие отношения Какие отношения Такая судьба Мы призваны к великим свершениям Если наш Бог велик Бог хочет, чтобы ты был великим Нас столько времени разрушали Понничтожали Что мы даже боимся мечтать о величии У нас даже мечта о величии Она даже не шевелится Как-нибудь концы с концами Как-нибудь там уж не умереть Как одного человека спросили Какое видение вашей церкви Сохранить веру до пришествия Ну неплохой вид Но Господь говорит Я видел сатану падшего с неба Как молнию Поэтому даю вам власть Наступать на вражью сил Хочу такому Богу верить Хочу с таким Богом иметь дела Хочу видеть сатану под ногами И хочу видеть моего Господа На престоле Закричи халлелуя Скажи Господь царствует Если Господь царствует Я не буду в нищете Я не буду в болезни Я не буду в проклятии Какой Бог Такова судьба Его детей Амэн Если я рожден от Бога Я рожден побеждать Если ты рожден от Бога Ты рожден побеждать Амэн Другой судьбой нету Амэн Давайте откроем 58. псалом Откуда мы берем знания Ну, куда мы берем знания О нашем Боге Слово Божье Деву вард 58. псалом 59. псалом Вообще нерелигиозно Вообще нерелигиозно Нерелигиозно Читаем Десятый Сила у них У нас у каждого есть враги У нас у каждого есть соперники Которые портят нервы Которые забирают энергию Которые завидуют и проклинают Я не буду говорить У кого их нет Поднимите руки Таких рук не будет Мы живем в мире Реальной мире Где столько проклятия Где столько врагов Друзья мои Мы должны концентрировать Своё внимание Не на том Сколько у нас врагов А какой у нас великий Бог Аминь Сила у них Иногда бывает Диспропорция Что их больше Чем нас И сила у них Но я к тебе прибегаю Ибо Бог Заступник мой Не смотри Какие проблемы Великие вокруг тебя Посмотри Какой у тебя Великий Бог Здесь очень простой принцип Если твой Бог Великий Твои проблемы Ничтожны Если твои проблемы Великие Твой Бог Ничтожны И мы все выбираем Какие у нас проблемы И какой у нас Бог Вот я себе Просто решил Мой Бог превыше всего Мой Бог великий Он больше моего понимания Он больше моего опыта Он больше моих грехов Он больше моих проклятий Он больше моей нищеты Он больше всех моих врагов И соперников Амин Поэтому когда я прихожу К моему Богу Я прихожу не просто жаловаться Я прихожу к Нему Как единственному источнику Решения абсолютно Всех моих проблем Скажи Великий Бог Которому я служу Это единственное решение Всех моих проблем Итак, одиннадцатый Бог мой Милующий меня Предварит меня И Бог даст мне Смотреть на врагов моих Бог мой Милующий меня Ни один Бог Ни в одной языческой религии Не милует своих поклонников Ни в какой религии Бог не называет себя Отцом Для своих сыновей Ночерей Наш Бог Особенный Бог Он любит нас И Он милует нас Подчеркните эту фразу Бог мой Милующий меня Не надо, друзья Быть фарисеем Споткнулся И ждешь пинка Согрешил И думаешь, что тебя Бог Сейчас на кол посадит Давайте не будем Лгать на Бога Бог любит нас И Бог Милует нас Если бы Бог Нас не миловал Если бы не милость Которая превозносится Над судом От нас для ничего Уже не осталось Амин Наш Бог великий В том, что у Него Есть милость Прощение Великодушие Ольна курящего Не угасит Он трости надломленной Не переломит Он добрый отец Которого можно Приходить в любое время Бог даст мне Смотреть на врагов моих Мы боимся В глаза смотреть Но мы будем На них смотреть Не снизу вверх Мы на них будем Смотреть Сверху вниз Что, обломались? Все, ничего не вышло Все, мы от вышних А вы от низших Амин Враги будут посрамлены Ввиду врагов Господь накроет Трапезу Представь себе Ты сидишь И Господь накрывает Поляну Они стоят А ты на них Просто смотришь Ты страпезничаешь Они смотрят Амин Сколько раз ты С завистью смотрел Как живут те Беззаконники Наступает время Когда они будут С завистью смотреть На то Как Бог Начнет Благословлять Твою жизнь Твою судьбу Твой дом Твое служение Есть верующие люди Здесь Скажи Халлелуя Если прежнее время Умолило эту землю Последующий Возвеличит Дальше Четырнадцатый стих Молитесь Нерелигиозно Читайте эти стихи И провозглашайте Это молитва Давида И Бог на эту молитву Отвечал И когда мы будем Молиться Этой молитвой Бог будет И нам отвечать Расточи их Во гневе Расточи Чтобы их не было То есть Надо же говорить Что Любить врагов Вот этом И будет любовь К врагам Что ты будешь Молиться Как Давид А зачем Тогда мы песню поем Как Дух Святой Меня наполняет Я молюсь Как молился Давид Скажи Расточи их Чтобы их вообще Не было Они есть Потому что Ты все их держишь Возле себя Расточи их Чтобы их вообще Не было Бог может это сделать Мой великий Бог Может Это сделать Это сделать Как написано В другом псалме Нечестивые Истребятся С этой земли Ты посмотришь На их место А их уже Нема Булов До пределов До пределов земли Вот цель Не просто Утешение В душе Давид молится Да познают Момент познания Пусть окружающие люди Познают Что мы не шайка-лейка Что мы не какая-то Секта Что мы не какая-то Там общественная Организация Мы Народ Божий В судьбе Которого Владычествует Великий Бог Познание Его Владычества Я говорю Чтобы в Латвии Все увидят Что великий Всемогущий Бог Владычествует Над новым Поколением В моей Судьбе В твоей Судьбе В нашей Судьбе Амин Мы Особенный Народ Избранный Народ Помазанный Народ Блаженный Народ Мы Тот Народ У Которого Господь Есть Бог Давайте Вместе Скажем Да Познают Лай Епазист Окружающие Народы Что Ты Великий Бог Владычествует В моей Жизни В моей Судьбе Церкви Да Познают Они Твоё Владычество Да Познают Каждый Сын Божий И Кажда Дочь Божья Твоё Владычество Друзья Мои Это Такой Важный Момент Я Должен Познать Его Владычество Соседи Должны Познать Его Владычество Калиаф Который Проклинает Полки Израильские Он Должен Познать Владычество Божие Фараон Который Хочет Вернуть Тебя Назад Египет Он Должен Познать Младычество Господа Развяжите Ему Руки Своей Молитвой Развяжите Ему Руки Своей Хвалой Развяжите Ему Руки Своей Верой И Скажи Восстань Господь И Рассеются Все Враги И Все Ложные Боги И Исчезнут С лица Земли Тот Кто Во мне А Больше Того Кто В Этой Мир Амин 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 Халли Мы с тобою На пороге Грандиозных Роковых Перемен Так Решило Небо Амин 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 Итак Я подчеркну Эту фразу Да познает Вся Латвия Да познает Россия Да познает Вся Европа Да познает Америка Что на этой земле Есть особенный Народ В судьбе Которого Владычествует Тот Чье имя Царь Всех Царей И Господь Всех Господствующих Амин Амин Великий Бог Творит Великую Судьбу Своего Народа Как мне нравится Пятнадцатый стиль Это насчет Врагов Пусть Возвращаются Вечером Воют Как псы И ходят Вокруг города Пусть Бродят Чтобы найти Пищу И пусть Они Несытые Вот Давид Молится Ты бы Накормил Конечно А он Пусть Они Несытые Проводят Ночи Вы знаете Это Незлорадство Все Что Человек Сеет Он Однажды Все Это Пожнет Если Человек Кого-то Грабил Поверьте И однажды Его ограбят Если Он Кого-то Без еды Держал Кто-то Его Оставит Голодный Всякое Зло Однажды Вернется В судьбу Человека Который Творит Семнадцатый Как выглядят Люди Которые Познают Владычество Божье А я Буду Воспевать Силу Твою И с раннего Утра Провозглашать Милость Твою Ибо Ты Был Мне Защитой И Убежищем В День Бедствия Моего Основа Нашего Позитива Это Не Просто Я Придумываю Себе Модели Жизни Основа Моего Позитива И Моего Хорошего Настроения Это Знание Моего Бога Который Был Мне Защитой В Бедственное Время Аминь Бедственные Времена Никто Не Отменял Последнее Время Будет Еще Больше Бедствий Но Мы Концентрируем Внимание Не На Бедствиях А На Нашего Великого Господа Который Во Время Бедствия Будет Защитой И Оградой Скажи Мой Бог Всемогущий Бог Даст Мне Покой В Бедственные Дни И во Время Голода Он Прокормит Меня Из Его Руки Меня Никто И Никогда Не Покит Прославь Его Он Великого Аллилуйя Он был Защитой И Убежищем В день Бедствия Моего 19 Псалм Вера Отслышание И Слышание От Слова Божьего Персональный Опыт Познание Его Величия Это Основа Моей Веры Персональное Познание Его Величие И Владычество Это Основа Твоей Веры Вера Без Дел Мертва А Мертвая Вера Никого Не Спасет Живая Вера Это Вера Которая Имеет Опыт Сверх Естественного Божьего Вторжения В твою Судьбу Мы Не Одинок Мы Не Сироты Мы Не Сектант Мы Не Есть Какое Ничтожество Мы Избранные Люди На Которых Бог Поставил Печать И Сказал Вы Будете Головой Или Хвостом Амин Я Помазываю Тебя Поэтому Мы Верим В Великую Судьбу От Господа Итак Псалом 19 7 Стих Ныне Познал я Что Господь Спасает Помазанника Своего И отвечает ему Со святых Небес Могуществом Могуществом Спасающей Мышцы Своей Могуществом Спасающей Десницы Своей Ныне Познал Я Что Господь Спасает Помазанника Своего Со святых Небес Своих Ныне Мне Мне бы Так Хотелось Чтобы Этот День Для Кого-то Из Нас Стал Днем Познания Его Владычества Вчера Ты просто Слышал О Нем Может быть Прикасался К Нему Но ты Никогда Не видел Простертой Руки С Неба Которая Быть Держала Тебя Защищала И хранила Я Пророчествую Будешь Видеть Открытое Небо Будешь Видеть Ангелов Божьих Которые Будут Нисходить И расходить К Сыну Человеческому Амин Бог Будет Вторгаться В Твою Жизнь Кто-то Должен Услышать С этого Дня Господь Будет Вторгаться В Твою Жизнь Он Будет Вторгаться В ситуацию Где болезни И их Не будет Он Будет Вторгаться Когда Ты будешь Один Окруженный Врагами И Бог Явит Свою Спасающую Мышцу Наш Бог Это Не пустой Звук Наш Бог Страшный В своих Делах И Он Покажет Себя Сильным Против Всех Врагов Своих Итак Давид Здесь Ныне Ныне Познал Я Наступил День Произошла Ситуация Когда Я увидел Сверх Естественное Вторжение Господа В мою Жизнь Познание Его Влад Господи Помоги Нам Увидеть Это Иные Колесницами Иные Иные Конями А мы Именем Господа Нашего Хвалимся Кто Чем У кого-то Тренды Бренды У кого-то Может быть Фирменные Обозначения Но вы знаете Есть то Что никогда Не постареет То Что будет стоять Во веки веков Это Наш Господь Иисус Христос Небо И земля Пройдут Но авторитет Иисуса Он останется Во веки веков Бог Превознес И прославил Иисуса Превыше Земных И небесных Имен Агнец На троне В царской Короне Да будет Превознесен Давайте вместе Бог Превознес И прославил Иисуса Превыше Земных И небесных Имен Агнец На троне В царской Короне Да будет Превознесен Прежде всего, ищите Царство Божье и правду Его, и все остальное, и лошади, и колеселицы, и все, что причитается, все это приложится. Аминь! Итак, что же за опыт познания Его владычества? Открываем Исайя 49, когда Бог являет свое могущество, в каких условиях Господь показывает и демонстрирует свое могущество, отвечая, в самых безвыходных ситуациях, когда человек уже ничего не может сделать, запомните или запишите. Там, где заканчиваются человеческие возможности, там начинается манифестация Его владычества. Аминь! Когда заканчиваются человеческие возможности, вот на этой границе начинается манифестация Его владычества. В простых ситуациях владычество Божье никому не нужно. Ты сам можешь кран открыть и подставить туда стакан воды и выпить воды. Здесь не нужна сила Божья. Я думаю, чтобы тебе с дивана встать и пойти в церковь. Владычество Божье не надо. А вот когда абсолютная безнадёга, когда тебе врачи такой диагноз, влепили. Когда твои долги тебя уже согнали в такой угол. Когда ты уже сам ничего абсолютно не понимаешь. Когда ты уже стал добычей тирана. Когда ты стал жертвой обстоятельств. И тебе абсолютно ничего не светит. Вот эта площадка для познания Его владычества. Амин. Смотрите. 24. Исайя 49, 24, 25. Может ли быть отняты у сильного добычи? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Представьте. Человек уже добыча. Его уже взяли в плен. Причем тот, кто в плен взял. Это не слабый человек. Это сильный. Могут ли быть отняты у сильного добыча? Ты стал добычей. Потому что ты слабый. Тебя кто-то взял в плен. Потому что он сильный. Очень просто. Слабый не может. Сильного. Превратить в добычу. Слабый не может. Сильного. Взять в плен. Мы становимся жертвой. Обстоятельств. По причине нашей слабости. Слабость. Ведет нас ко всем всяческим проклятиям. Именно вот в этих обстоятельствах. Когда ты был слаб. Когда тебя обманули. Когда тебя развели. Когда тебя взяли в плен. Когда тебя превратили в добычу. И все. Захлопнулась дверь. И что? Вот здесь начинается. Самое главное. Пац галвене. Помните? Был такой пророк Иона. Битат правец. Такой самостоятельный. Татс патставликс. Я могу сказать одно. Он делает совсем другое. Он говорит. Езжай туда. Он едет туда. Ему говорит. Господь говорит. В Ниневе. Он говорит. Фарсис. Ну не понял человеку. Владычество Бога. Поэтому Господь создает экстремальные обстоятельства для познания Его Владычества. Но мы так устроим. Когда кофе пахнет. Когда закусочки. Когда нарезочки. Когда светит здесь свет. Когда легкая музыка играет. Про какое величие Божье мозги твои могут здесь вот думать. Ты можешь о своем величии думать. И петь песню. Я велик. Я прекрасен. Я велик. И смотря в зеркало. Когда. Ничего. Да. Все у меня. В шоколаде. Все. Камильфо. А вот когда в экстремальную ситуацию человек угодит. Как говорят у нас все понты слетают. Тогда все гримасы уходят. И без ретуша. Без грима и ретуша. Человек оголен. Потому что не перед кем рисоваться. Выкинули за борт. Кит проглотил. Иногда думаешь. Господь. Зачем такие обстоятельства? Любящим Бога. Призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Для чего? Для познания. И Его величия. Я должен сказать. Что в экстремальных обстоятельствах. Ка экстремалос обстоятельствах. Мозги работают по-другому. Смадзины страдают поисим савадами. Вы со мной? Юсер маним. В экстремальных обстоятельствах. В нестандартной ситуации. В нестандартной ситуации. Как-то и сердце верит иначе. А реку ка сирцам. И мозги как-то иначе работают. У смадзины савадами страдают. Представьте. Был в храме. Бил в трюме. Бил в трюме. Пакал. Камер гулей. Такой молитвей не родилось. Та лукшена не зима. А когда за борт его кинули. Какая-то рыба там его заглотила. Та лукшена не троприя. Оказавшись. Ну, так, как ноклювись. В каком-то странном заведении. Не понял. Я там не был. Не знаю. Думаю, что неприятная ситуация. Во-первых, вонь. Во-вторых, какие-то... Ни света, ни буфета, ни туалета. Вообще ничего нет. И представляете, он в таких. А еще плюс под водой. И не субмарина. И вроде бы и не корабль. Не поймешь что. Вот я скажу, что кто-то сегодня находится в такой обстановке. Что это? Геймзовер? Нет. Это момент. Это условия. Это предпосылки. Для познания его владычества. Смотрите, мозги как заработали. Где непонятно находятся. В морской пучине. Находятся в желудке у какого-то рыбы. И вдруг прозрели мозги. И он молится там. Господь. Все, что я тебе обещал. Я исполню. Я увижу храм твой. И я прославлю тебя. И все, что обещал. Клянусь. Все абсолютно сделаю. Иона. Ты в своем уме. Ты уже все сделал. Все, что ты видел. Ты уже все увидел. Вот там он познает владычества. И когда Господь услышал эту молитву. И я покажу тебе величие мою. И эта рыба доставила его прямо туда, куда надо идти. Друзья, мне нравится. О персональной опыте владычества Божьего это основа нашей веры. У нашего Господа так много путей. Доказать нам. Пирадить мумс. Что мы. Каме. Не имеем безвыходных ситуаций. Может ли быть отнята добыча усилена. И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен. Может ли пророк Иона выскочить из этой ситуации, когда уже проглотили все. Для тех, кто знает великого Бога, безвыходных ситуаций не бывает. Скажи вместе со мной. Для тех, кто знает великого Бога, безвыходных ситуаций не бывает. Аминь. Потому что дальше Господь говорит, плененые сильным будут отняты. И добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими. И сыновей твоих я спасу. Друзья мои. Есть моменты, когда мы сражаемся с нашими врагами. Но есть моменты, когда ты должен отойти в сторону. И сказать, мой великий Бог будет состязаться с моими противниками. И сыновей, и дочерей моих. Он спасет. Аминь. Познание Его величия. В чем заключается эта истина? Истина заключается не в том даже, что Бог дает мне силу сражаться с врагами. Но величие Господа заключается в том, что наш Бог может разобраться с нашими противниками. Скажи, мой Бог может разобраться со всеми моими врагами. Со всеми моими противниками. Бог может разобраться с моей Изавелью. Бог может разобраться с моим фараоном. Бог может разобраться с моими проклятиями. Он будет состязаться с моими противниками и возвратить добычу. Аминь. Аминь. Знаете, это великий Бог. Когда я могу только смотреть, как Он состязуется и разрушает власть моих врагов. Это величие у Божьей. Читаем 17 стих этой же главы. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. У каждого из нас есть разорители, и опустошители. Пожирающие. Это либо болезни, это либо какие-то глупые решения, когда деньги уходят. Это либо не свои сани, куда ты сел, и ты несчастлив, и вокруг тебя люди несчастливы, опустошители и разорители. Это просто кошмар, это как вампиры, которые присасались к тебе, и ты чувствуешь, что они просто тебя уничтожают, 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 уничтожают. И сколько времени ты пытался с ними разобраться, ты приказывал во имя Иисуса уйти, и распроклинал их как мог, и ничего не получается. Ты просто как жертва, ты просто как донор, и к тебе просто присасались эти все существа. И ты думаешь, ну вот это вся моя судьба. Не знаю, у меня ревность внутри. Я сегодня молюсь великому Богу, и говорю, Господь восстань, и пусть разорители и опустошители уйдут от нас. А сыновья и дочери пусть возвратятся к нам. Аминь. Наш Бог, Он может показать себя сильным против всех врагов. Исайя 33.1 Я знаю 33.1 Когда Господь разбирается с моими противниками, опустошителями и грабителями, я знаю характер моего Бога и его амбиции. Смотрите, что Он скажет твоим врагам. Послушайте, как Он будет сражаться с твоими противниками. Это мой Бог и это Его могущество и величие. Он говорит, горе тебе опустошить, который не был опустошаем. и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. И когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Вы понимаете? Эти опустошители вот так уже тебе застали. И грабители уже вот так. И ты думаешь, и до каких пор это будет продолжаться. Как та женщина, которая 12 лет, страдала кровотечением, как эта зараза вцепилась в нее. И опустошала. И опустошала. И опустошала. Что делать? Мы знаем, что у нас есть великий Господь, который может опустошить опустошителя. Который может разграбить того, кто нас грабит. И взять в плен тех, кто тебя пытается взять в плен. Амин. Я верю великому Богу. Вы знаете, понимание определяет состояние. Я прошу, пожалуйста, не отключайтесь от логики. Впитывайте эту логику. Когда ты поймешь, насколько велик твой Бог, твоя вера поменяет качество. И тебе даже не надо будет просить помолиться за меня. Твое понимание изменит твое исповедание. И ты будешь провозглашать величие Господа. Твои молитвы поменяются. Ты будешь говорить Господь, опустоши моего опустошителя. Разградь моего грабителя. И плени плен того, кто меня пытается взять в плен. Я не жертва тирана, а я твой сын. Законный сын. И у меня есть привилегия стоять в свободе. Халлелуя! Горе тебе опустошить. Слышите? Наш великий Бог провозглашает горе не своим детям. Он провозглашает горе твоим врагам. Он провозглашает горе дьяволу, который пытается опустошить тебя. Мне не принадлежит горе. Мне принадлежит благословение. Через жертву Иисуса Христа. Иисуса Христа. Кто-нибудь верит этому? Скажи, мне не принадлежит горе. Мне не принадлежит проклятие и болезни. Мне не принадлежит нищета и оскорбительное ничтожное существование. Мне принадлежит благословение Авраама через искупительную жертву Иисуса Христа. Халлелуя! Горе тебе опустошить, а если ты дитя Божье, Бог тебе говорит о тебе благословение. Смотрите, 5-6 стих этой же главы. Высок Господь, живущий Вышних. Он наполнит Сион судом и правдой. Я просто восхищаюсь красотой, властью и могуществом моего Господа. И прими следующий стих как пророческое слово. И настанут безопасные времена твои. Я пророчествую кому-то сейчас. Настанут безопасные времена твои. Настанут безопасные времена твои. Потому что опустошители и грабители уйдут. Настанет безопасное время. Время мира. Время благословения. Когда небо будет открыто. Когда не черти, а ангелы будут сопровождать тебя. Когда не таблетки и лекарства, а Божья слава, она будет покрывать тебя. Твой великий Господь благословлять будет тебя великими благословениями. Вы со мной открой свой дух скажи Аллилуйя. Скажи я хочу познать твое величие. Я хочу познать твое всемогущество. Я хочу знать тебя сильного и всемогущего Бога. Настанут безопасные времена твои. Второе. Изобилие спасения. мудрости и видения. Господи помоги нам это усвоить. Будет рубеж, после которого качество нашего христианства качество нашего служения поменяется. Настанут времена безопасные. Второе. Изобилие спасения. Вы знаете что такое изобилие спасения? Твой сын спасен. Твой внук спасен. Твоя теща спасена. Твой район спасен. Я сегодня пророчествую кричу в духовный мир изобилие спасения. Скажи изобилие спасения. Вчера было изобилие проклятия. Этот наркоман, этот алкоголик, этот блудник, этот колдун, эта ведьма. А завтра изобилие спасения. Каются ведьмы, каются колдуны, каются коммунисты, анархисты, баптисты, артисты. Все каются. Мы готовы к этому. Бог великий. Он изольет от Духа Своего на всякую плоть. И мы с вами увидим времена безопасные и изобилие спасения. Ибо спасение принадлежит вам, детям вашим, всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Это отзывается у тебя? Если отзывается, скажи, я принимаю это. Я принимаю это слово. Я увижу своими глазами. Дальше. Изобилие спасения. Мудрости и ведения. Мой великий Бог даст изобилие мудрости. Тупость закончится. Мудрость притен. Мудрость сходящая свыше. Мудрость, которая мир устроена, вселенная устроена. Многие сейчас про деньги говорят. Я умоляю, мудрость нужна. Когда Соломон пришел на президентский пост, он плакал, молился и кричал. Господь, деньги вторичные, армия вторичная, экономика вторичная, инфраструктура государственная вторичная. Что же первичное? Мудрость. Боже, дай мудрость. И Господь явился. Великий всемогущий Опыт познания Его величия. Соломон встретился. И Господь спросил, что ты хотел? И Он говорит, мудрости мне надо. Как руководить страной? Как руководить людьми? Как сделать так, чтобы благословение пребывало над нами? Как руководить страной так, чтобы окружающие люди могли видеть, что ты владычествуешь над нашим народом? И Господь сказал, за то, что ты не просил золота, головы врагов, колесниц, каких-то полезных ископаемых, и за то, что ты просил мудрости, дам тебе и мудрости, и все остальное. Это высший пилотаж нашей веры. Ты не имеешь, потому что не просишь, это для детей. А когда ты просишь мудрости и не просишь всего остального, Господь тебе даст даже то, чего ты не просишь. Друзья, мои, нищета закончится. Вот это оскорбительное подсчет финансов, копейка, копейки, все, это все уйдет в прошлое. мы сегодня раздвигаем горизонт и пророчествуем, Господь, яви свою славу, покажи могущество свое, изобилие спасения, изобилие мудрости, изобилие процветания и великого влияния в этом мире. Принимай это веру, я принимаю это все, я познаю его владычество. И последняя фраза, страх Господень будет сокровищем твоим. Ты не будешь бояться врагов, потому что тот, кто боится врагов, тот не боится Господа. А когда у тебя есть страх Господень, ты никого не боишься. Знаешь, что твой Бог, Он Бог всех Богов, и Он может сделать абсолютно все. может ли быть отнятя добыча усилена? И могут ли быть плененные освобождены? Сегодня Господь кому-то чтит в дух, да, я буду состязаться с противниками твоими. Уж поверьте, наш Бог, Он превыше всех твоих соперников. Он превыше всех архитекторов современной либеральной европейской философии. Наш Бог выше и сильнее всех пропагандистов ювенальной юстиции. Он больше архитекторов гендерной политики. Он больше, чем все вместе взятые масоны и иллюминаты. Он Бог всех богов. Он царь всех царей и именем Иисуса преклонится всякое колено на небе и на земле. Ты веришь в этого великого Господа? Закричи халлелуя! 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 Подчеркни где-то или внутри хватит тебе со своими врагами сражаться. Ничего из этого не вышло. Позволь Богу начать войну с твоими врагами. А нам что остается? Помните, как фараон хотел вернуть Израиль? А Бог говорит, Моисе, возьми жезл, простри на море и посмотрите, как я буду топить их и Господь топил, 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 без козырки остались только на воде, а калесницы и все остальные ресурсы нет? Если Господь мог разобраться с фараоном, он разберется с твоим фараоном. Изавель, которая крилась, да и пусть то и то Бог сделает мне. Если голова этого пророка будет на его плечах и бедный пророк бежал в пустыню и он боялся, а Господь говорит, я буду состязаться с твоими противниками. Из окна выбросят Изавель, и псы будут лизать ее кровь и та, которая держала в страхе Божьих пророков. псы будут лизать ее кровь. Твоя Изавель умрет. Твой фараон пойдет на дно. Амин! Бог наш сильный, чтобы спасать. У него есть власть, и он хочет доказать каждому из нас, что нет таких врагов, которые бы он не разложил. Матфея 8 Матфея 8 Матфея 8 Давайте поглядим. Паскатись Маш Господь велик. Музы кунгс и Варенц. Друзья, после такой проповеди, мы будем процветать, мы будем танцевать, мы будем побеждать, мы просто поймем, кто в доме хозяин. Мы поймем, какой Бог, которому мы служим. Амин! Он всемогущий Бог. Аллелуя! Помните, как Ирод, который обезглавил Иакова, взял Петра и хотел, чтобы на свежий день казнить Иппетра церковь молилась. Мы молимся. Но Господь будет состязаться с нашими противниками. И когда я читаю эту главу Деяния Апостола, у меня просто внутри, вы знаете, достоинство, что какой мой Бог справедливый. Этот человек думал, что он хозяин в церкви. Кому голову рубить, кому голову оставлять, слишком много вы думаете о себе. Господа хорошие, Бог на арену выходит. И Библия говорит, когда этот Ирод что-то там какие-то речи сдвигал, и люди говорят, о, божественный Ирод, ангел Господень поразил этого Ирода, и он заживо был изъеден червями. Мои Бога опозорит моих врагов. Он опусташит моих опусташителей. Он ограбит моих грабителей. И тот, кто пытался обезглавить церковь. Господь заставит кунгс пьез 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 черви придут жрать его тела. Бог посрамит всех врагов. Я такому Богу верю. Я такому Богу верю. Галия входит. Кто против меня? Господь будет против тебя. Кунгс будет против тебя. Возьмет ничего не значущих и посрамит значущих. И снимет позор с израильского народа. Аминь. Я верю моему Богу. И я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни все чаще и чаще наступал момент познания его владычества. Чтобы все чаще и чаще в народе Божьем, в церкви Божьей звучали свидетельства. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника со святых небес своих. Что Бог великий посылает ангелов своих. И Петра выводит из тюрьмы. И он выходит на свободу. Рука его не сократилась, чтобы спасать. Ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Церковь уверуй великого Господа. и переходи из отступления. Контр наступления. Ты дьявол под моими ногами. И у тебя ничего не получится. Аминь. Аминь. Для верующих безнадежных ситуаций не бывает. Матвея 8. 28. Обычно всегда говорят про одного одержимого, который там в страхе всех держал. А здесь Евангелист про двух говорит. Матвея 8.28. И когда он прибыл на другой берег в страну Гиргесинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые. Так что никто не смел проходить тем путем. Может ли быть отнята добыча усилия? Когда смотришь на этих конченых маньяков, два сумасшедших одержимых человека, совершенно голых, которые жили в гробах, которые всю окрестность держали в страхе. И ты задаешь вопрос. Может ли вот здесь Господь что-то сделать? Вот поверьте, мы крест ставим, а Господь говорит, а я эту добычу хочу отнять. Вот это мой Бог, это твой Бог. Развяжите руки своему Богу. Пусть всех одержимых на место поставят. Хватит из нас бесов изгонять. Закашлял, это бес. Заскрепел что-то бес. Бесы голыми по кладбищу бегают. А ты бегал когда-нибудь голым по кладбищу? То есть бесы. Какие бесы у тебя? Психология у тебя. Перестань. Все случаи освобождения бесноватых это яркий пример. Лунатики по кладбищу в огонь прыгают и в воду. Мы вообще святые. Хватит придумывать каких-то бесов. Нас Дух Святой живет. Аминь. Вот глаз моргает. Наверное, это бес сидит в глазе. Рука не туда ходит. Наверное, там тоже бесит. Хватит придумывать все это. Я храм, в котором живет Дух Святой. Если я с голым по кладбищу не бегаю, я нормальный. Вы со мной? Представьте себе, люди жутко смотрят сумасшедшие этих два психа. И вот они закричали. Кто тебе до нас, Иисус Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Представляете, настоящие бесы страдают, когда приходят. Иисус. Может ли быть отнято добыча усиленного? Вот для этих людей наступил момент познания его владычества. И этот великий Господь бесы просили его, если выгонишь нас, пошли нас стадо свиней. Цука. Видите, это вот. Вот у бесов есть тяготение к свиням. И чем больше этих бесов, тем больше жизни этого человека напоминает свинарник. Потому что они все там нечистые. И Господь, я не представляю, вот я за такое освобождение, вот я за такое изгнание бесов, когда вообще конченые. Обреченные. Просто уже жертва. И казалось бы, ну, крест уже можно поставить. А Иисус говорит, выходите. Бесы вышли. И свиньи пошли. Цукан, цукан. И они все на дно пошли. Пастухи же прибежали в город, рассказали обо всем, что было. И весь город вышел. Он высыпался от изнация. Вот это да. Это к чему говорю? Мы, сегодня Дух Святой формирует мировоззрение, настоящий вера. Понимаете, вот на таких случаях, вот на таких историях, вот на таких откровениях формируется полноценная вера. Для моего Бога нет ничего невозможного. Амин. Может ли быть отнято добычу сильного? Конечно, может. Если говорить по большому счету, Яир пришел и говорит, Иисус, дочь моя при смерти, смерть взяла ее. Может ли быть отнято добычу сильного? Яир, я хочу дать тебе этот шанс познания моего владычества. И он пошел с ним. Он взял ее за руку. Он поднял ее. Вы знаете, смерть побеждает людей, а Иисус побеждает смерть. Вы знаете, потому что наш Иисус, Он сам однажды был жертвой. И однажды сам Иисус был пленен сильным. Когда Он висел на Голгофском кресте, дьявол говорил, все, это жертва. И мы говорим, да, это жертва. Сам Иисус однажды имел опыт познания владычества своего Отца. Можете себе представить на секунду, когда все оставили Его. Когда к злодеям причтем. Когда гвозди в ногах и в руках. А потом, Отец, зачем ты оставил Меня? И Он стал жертвой. И Он был пленен. И Он был похоронен. Куда еще дальше? Куда еще ниже? Иисус мог сказать, Я был пленен сильным. Я был жертвой, которую взял тиран. И Я был в преисподних местах земли. Но Я познал в своей жизни владычество Моего Господа, когда на третий день великая сила Моего Отца Она воскресила Меня из мертвых. Не дашь святому твоему увидеть плене, Бог воскресил Его, потому что смерть не могла удержать Его. Вот такому Иисусу мы сегодня служим. Если смерть не могла удержать Его, а Я во Христе Иисусе, то никакая смерть она сегодня не может меня удержать. Аминь. Верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь. Если Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, живет во мне, то воскресивший Иисуса оживотворит и мое тело. Аминь. Давайте закроем глаза. И давайте сейчас помолимся. Я знаю, что тысячи проблем у нас есть. Я знаю, что у нас много есть грабителей и опустошителей. Но возьми сейчас это обетование и скажи, я хочу познать силу Твою. Я хочу познать владычество Твое. Я хочу познать Твое могущество. Я хочу видеть, как все смертное поглощается жизнью. Господь, разберись с моими врагами. Разберись с опустошителями. Разберись с моими грабителями. Пусть Изавель умрет. Пусть фараон пойдет на дно. Пусть ирод будет изъеден червями. Пусть дьявол опозорится. Пусть бесы выходят. И пусть свиньями они идут на дно. исцеление приходит. Пусть Начинай молиться и скажи, великая сила, пусть придет в мою жизнь сила воскресения, да поглотит жизнь все смертное. сила манчим маннира лембри шинделия. Сайдините ваши руки и молитесь. Пусть исцеление приходит. Особождение приходит. Пусть страхи уходят. Пусть наступают времена безопасные. Дроши. Кулеми Жагур Меха Джа. Кира Маха. Камен Джамара Лагруш Санчин Граммах Анджая Алма Гимана Гросс Четир Балер Легри Четир Скажи Дух Святой Я хочу знать Владычество Моего Господа. Пусть окружающие люди познают что ты владычествуешь над яростью моря. Ты владычествуешь над моей судьбой. Ты владычествуешь над церковью и над народом Божьем 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 Гламе Шак Корм Маха Сачет Лея Армена Лембра Баст Тоба Шек Этей Арб Джек Рес Преш Тел Ла Мар Геш Дая Ла Маха Моха Зад Божьем Божьем Я исцелен. Закон духа и жизни освободил меня от закона тления, от всякого проклятия, от всякой немощи. Во имя Иисуса, пусть мой великий Бог будет состязаться со всеми моими врагами. Во имя Иисуса, я провозглашаю все опустошители и все грабители, они удалятся, а сыновья и дочери, они вернутся. Я провозглашаю в имени Иисуса Христа, Царства Божия, внутри себя я храм, в котором обитает Дух Святой. Я благодарю Тебя за драгоценное обитование. Через которое мы становимся причастниками Божеского естества. Боже, 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 пусть это слово не вернется к Тебе тщетным. Пусть оно работает в нашей жизни. Пусть оно работает в наших судьбах, в судьбе наших детей, в наших внуках, да познают окружающие люди, что Ты владычествуешь, что Ты мой Бог, хранящий меня, защищающий меня. Разберись с моими врагами. Разберись с моими врагами и по сами их. И молитесь пять минут на языках. Хер, Боже, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Те, кто рождали страх, Господь их уберет. Придет изобилие спасения. Мы с вами увидим пробуждение, которое никогда в жизни не было. Бог гарантирует избыток мудрости и ведение. Положи руки на свою голову и на свое сердце скажи, Дух Святой, пленяй всякое помышление. Пленяй мое помышление в послушание Иисусу Христу. Научи меня мыслить, так, как ты мыслишь. Научи меня воспринимать окружающий мир, так, как ты его воспринимаешь. Я новое творение, и пусть древнее все уйдет, и пусть теперь будет все новое. Если Бог за нас, кто против нас, все враги будут положены под ножи ног твоих, а ты меня сохранишь, защитишь и прославишь и прославишь тех, кто прославляет тебя. Скажи, я благодарю тебя за искупление, благодарю тебя за спасение, благодарю тебя за полное и окончательное исцеление и освобождение для духа, для души и для тела. Слава тебе, Иисус! Поклоняемся тебе! Превозносим твое святое имя! Амин! Прославь его имя! Поклоняемся тебе! Амин! Амин! Девятнадцатый псалом, здесь написано так, присаживайтесь, мы не знаем, какой завтрашний день будет, мы не знаем, когда будет день печали, мы не знаем, когда будет испытание, день бедствия, но есть гарантия, гарантия того, что Бог в день бедствия нас защитит и сохранит. И вот девятнадцатый псалом, да услышит тебя, Господь, в день печали, и защитит тебя имя Бога и акта, и да пошло тебе помощи святелища, и сиона да подкрепит тебя, да воспоминет все жертвоприношения твои, и все сажения твои, да садилы твои, да даст тебе, по сердцу твоему, и все намерения твои, да исполнится, мы возрадуемся о спасении твоей, и во имя Бога нашего, поднимем знамя, да исполнит, Господь, все прощения твои, да услышит тебя, Господь, в день печали, и да подкрепит тебя имя Бога Израилево, и да пошло тебе помощи святелища, да воспоминет все жертвоприношения, когда мы жертвуем воскресенье, мы гарантируем сами себе Божью защиту и акраду в течение грядущей недели. Мы не знаем, какие обстоятельства нас ожидают, мы не знаем, какие дьявол планы строят, но я знаю, что помощь из святелища приходит тогда, когда Господь вспоминает, наше жертвоприношение, и наше приношение, давайте возьмем свою жертву, нам нужна помощь, нам нужна сила, нам нужна мудрость, нам нужен успех, и мы хотим видеть славу Божию, да воспоминет Господь жертвоприношение Твое. Есть закон, чем чаще ты приносишь жертву Господу, тем реже ты становишься жертвой обстоятельств, чем реже ты приносишь жертву Богу, тем чаще ты становишься жертвой обстоятельств, давайте поднимем свою жертву, и вместе помолимся, и скажите, Отец, благодарю тебя за твою силу, за твое всемогущество, за твое царство, благодарю тебя за то, что ты состязаться будешь с моими врагами, и ты разберешься со всеми соперниками, мои глаза увидят великую победу твою, я прошу во имя Иисуса, какие бы дни не ожидали меня, вразумляй меня, во время благоприятное, чтобы я имел покой в бедственные дни, я приношу свою жертву, как знак моей веры, и как печать моего упования, и когда ты воспоминешь эти жертвы, пусть в мою жизнь придет помощь из святилища, я люблю тебя, я поклоняюсь тебе, я превозношу твое святое и великое имя, аминь, аминь, пожалуйста, ашеры, вы можете пустить ведро по залу, как ты бы сказал, испанец по залу, пока мы будем жертвовать, я бы хотел бы пригласить на сцену Милану, она из Украины, у нее есть слово для вас и песня тоже, Добрый день, церковь, очень рада быть здесь, в этом зале, и поделиться тем сердцем, тем посланием, которое Бог вложил в меня, и удивительно, когда я думала вчера о том, что исполнить, и это очень сочетается с темой проповеди сегодняшней, эта песня была написана в большой тьме, которая пришла в мою жизнь, и когда штормит душу, когда терзаются мнения и всякие бури, часто не видно света, не видно, где горизонт, не видно ничего, но в эти моменты важно увидеть этот спасительный маяк, он всегда есть, просто нужно открыть свое сердце, открыть свою душу и плыть по направлению к этому маяку, потому что написано, Бог есть свет, Он светильник нашей ноге, нашей стезе, есть моменты, когда нам нужно заткнуться перед Богом и не выделываться, есть моменты, когда нам нужно взывать, орать, раздирать свою душу, Вот об этом эта песня. Ты нужен мне. Когда штормит с сомнением душу, Тогда кричу, Господь нужен, Когда сбежать от тебя пытаюсь, Я все равно к тебе нуждаюсь. Когда я в крайности кидаюсь, Кричу сильней, Господь нуждаюсь, Когда нет сил терпеть и ждать, Ты нужен мне. Кричу опять. Ты нужен мне. Ты свет во тьме, Когда я в жизни разбиваюсь, Все больше я к тебе нуждаюсь, Тебя средь бури прославляю, В твоем присутствии оживаю. Ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, Ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен, ты нужен, ты нужен мне. Ты нужен, ты нужен, ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен, ты нужен мне. Ты нужен, ты нужен мне. Когда страх душу окружает, Дух Святой меня утешает. В поток любви твоей вливаюсь, Лишь только там от бурь спасаюсь. Ты нужен мне, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты свет во тьме, ты свет во тьме, ты нужен мне. Ты свет во тьме, ты нужен мне. Ты свет во тьме, ты нужен, ты нужен мне. Ты свет во тьме, ты нужен мне. Даже в самой великой тьме, даже в самой глубокой яме. Бог приходит, он дает свой свет. Нет такой глубокой ямы, в которую бы не дотянулась Божья рука. Нет такой тьмы, в которую бы не мог прийти Божий свет. И когда душа болит, когда сердце плачет, Необходимо бежать в тайное место, в тайную комнату И заливать там свое сердце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда душа моя болит, я не хочу судовый обид. Когда душа моя болит, я хочу любимой быть. Я ожидаю в тишине и размышляю о тебе. К тебе, Господь, стучу, любимой быть хочу. Дай мне тайное место, время дождей, Время укрыться в любви твоей. Время укрыться в любви твоей. Тайное место, время с тобой, Бог мой. Я найду в тебе силы, войду в покой, Друг и учитель настанет мой. Дай мне тайное время между мной и тобой, Бог мой. Тайное место, время с 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 тобой, Бог мой. Я найду в тебе силы, войду в покой, Друг и учитель настанет мой. Тайное место, время с тобой, Бог мой. Тайное место, время с тобой, Бог мой. Дай мне время с тобой Я ожидаю в тишине И размышляю о тебе К тебе, Господь, стучу, любимой быть хочу Дай мне тайное место, время дождей Время укрыться в любви твоей Тайное место, время с тобой, Бог мой Я найду в тебе силы Я войду в покой Другой учитель, основной мой Я найду в тебе силы Я войду в покой Другой учитель, основной мой Я найду в тебе силы Я пойду в покой Другой учитель, основной мой Дай мне тайное время между мной Другой учитель, основной мой Большой, за такие прекрасные песни Спасибо Вам понравилось? Аплодисменты в студии, пожалуйста Я хочу и поблагодарить пастора за такое чудесное слово О величии Бога Что Бог на самом деле, Он велик И чем больше мы этому поверим, тем нашей жизни больше изменится Я хочу спросить здесь мамочка в зале Она хотела, чтобы мы помолились за ее ребенка, за исцеление Сейчас, идите сюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому